Все военные, то есть это признаком было еще и военного, да, вспомни даже карикатуры все, начало века, там фриц он в этой в каске и со стеклышком. Да-да-да, первая мировая, четкие. И вдруг это заснул где-нибудь на совещании, а глаз открыт. И выпало. В начале 20 века, особенно в Германии, было очень популярно и символично, символом брутальности являлось ношение моноклил мужчин. Я обратился к своему другу Петровичу, который много лет работает с уникальными предметами, с одним глазом, для комментария, для того, чтобы он рассказал, в чем преимущество одного глаза перед двумя. Да, вопрос, конечно, интересный, но если вспомнить даже вот исторически знаменитый вот этот левша, почему он, говорит, кривой был. Да, он был одноглазий, он был незрячий, еще и близорукий очень сильно. Вот. Абсурдный, конечно, момент. У меня случилось такое горе, что я, значит, потерял глаз. И в одно мгновение изображение мира у меня превратилось в плоскую картину. Плоскую. Почему? Потому что человек с двумя глазами, он видит за счет бифокального зрения, за счет схождения лучей. А когда уже один глаз выключился, все становится плоским. Но тут еще момент какой интересный. А когда пошла перестройка, в течение года у меня, значит, стал я пространство ощущать за счет аккомодации. Ну, это научный термин такой, это когда ближе или дальше смотришь за счет сжатия или расширения диафрагмы, ну, срочка, фактически. Конечно, много интересных вещей. Например, почему при стрельбе из винтовки или там со стрелкового оружия желательно прищурить один глаз, чтобы сбить второй луч, чтобы более точный прицел получился. Вроде бы нормально, да. И так же самое с этими вот моноклями. Монокль вроде бы повесил один линзочку. Все, у тебя все, внимание только на этом направлении идет. Продолжение следует... Продолжение следует...